не ставь ее коснулся и обратно нету паузы уже прилетела вообще полетел у меня лучше спина была тогда когда ее делал трос мы можем двигать гантель вообще можем маневрировать жестче спину жестче спину и она не отпускает не отпускает у тебя он напитки есть волшебный каждый раз когда приезжаю сюда к александр на тренировку у меня поднимается адреналин я сюда боюсь ехать но ты хотя бы видел хотя бы одну фотографию шварценеггер 30 сбоку в тень поставь бодибилдера и посмотрим смотрится пропорции вы не можете быть профессионалом пока вы не получаете за это если если ты не получаешь бабки деградирует он или мы развиваемся или мы прогрессируем контракт получит тот кто уникальный высокие стандарты поставленные тобой вчера становятся реальностью для наших специалистов уже сегодня продукция генетик клап создается командой профессионалов на современном производстве по стандартам управления безопасности хасп и iso генетик клап когда важен результат ребят для тех кто сдает анализы есть возможность сдавать анализы со скидкой 30-40 процентов скачав просто вот это вот приложение перейти по ссылке в описании скачиваете это приложение вот так вот оно выглядит вот там регистрируетесь и соответственно все необходимые анализы которые вам нужны из списка выбираете добавляете в корзину оплачиваете в корзине они будут уже у вас сразу со скидкой 30-40 процентов зависимости от того там на каждый анализ разные скидки поэтому экономьте на анализах 30-40 процентов очень важно что это приложение работает в любой точке россии и сотрудничает она с клиниками helix и гематез 30-40 процентов регистрируйте скачиваете на здоровье за камеру схватился нормально чувак ром что за дела когда 1 раз рамки цена операторы тренировали сколько не тренировался какой пить мисс пока по дорожке нему по-честному вчера тренировались нормально пацанский качнулись до сегодня очень рассказывает как чего пошло чуть-чуть у меня она вчера прям вечером болеть начало часов 10 в 11 я ложился спать и все вот эти вот ощущения но и пока ехал домой конечно выполнение наполнение сводила у меня прям такое есть такое ощущение что перебор немножко был то есть чтобы нет мне кажется было не в плане перебор именно в плане болевых ощущений было просто постоянно под под нагрузкой другие упражнения немного все по-другому было и поэтому и вот ну сегодня она болит но нету такого с утра проснулся прямо так поворачивался на такое прям воспалена но сегодня прям очень хорошо отчет бицепс вот бицепс нормально легче крепатура по крепатура прям есть такая вот и такие нету болевых ощущений но когда его прям напрягаешь где-то там глубоко что-то и связки ничего все нормально давай сегодня значит на свою не спина 30 вот сегодня попробуем избежать травму бедра по ноге с небольшим весом по делам становую тягу и потом пройдемся по базам упражнений упражнений будет тяжело ничего легко легкого ничего нового ничего нового да поэтому давай потихонечку начнем с пустой штанги сегодня один прием пищи проспал поэтому время тревогами сегодня милопектин и бы сашки пустую штангу делаем давай разобраться давай попробуем как мы будем это делать вот с этого уровня с точки зрения смотри грубо говоря у нас будет еще блины до едва касания пола и все только помнишь да вверх мы встаем попробую чуть пошире взять вот и встаешь пропорция вода и точно так на прямой спине до ближе сюда можно потом о таз чуть вперед у тебя сейчас таз получается отключен и раньше ровнее можно вот только плеч вода без паузы а 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 еще 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 4 раза и хорош 1 1 2 3 3 4 4 5 6 5 6 6 7 7 7 7 8 9 9 10 8 9 8 12 15 15 15 15 15 15 лет 15 15 16 16 17 18 не ставь коснулся и обратно нету паузы но еще плавнее как прям едва-едва вот от прям аж вот да вот еще еще больше или прыгать сам широчайший не расслабляем братик еще два раза и еще раз молодец уже прилетела вообще полетел не только спикаж будете к где не только повыше пошла вот она поясница середины спины и в копчика вот досюда где отлично припотел немножко да нелегко да нелегко так теперь не расслабляем сейчас прям широчайший максимально плечи вверх подъем держи держи напряжение прям нажимай а вот не расслабляться не расслабляй больше плечи назад о плечи назад о и на держи напряжение позвоночник ставлю не вот 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 сейчас лучше жёстче пожёстче держи вот чё четыре раз два тари еще молодец да то есть он проваливаешь такой знаешь взял вот изначально кого-то уже ты здесь не заваливай сюда я и сам еще прожимаешь спину становая тяга важное упражнение знаешь я просто анализирую свою меня лучше спина была тогда когда ее дел а тяжелую именно просто еще момент когда я делаю установить тягу у меня поясница не болит когда он постоянно в тонусе гиперэкстензия так сильно помогает хотя казалось бы гиперэкстензия тут он же разгибатели до гиперэкстензия снимает вот бывает устал же поясничная тогда находишься в статике и не просто выпрямляешься а стараешься что он чтобы растянуться то есть она как бы физиологически как бы больше наверное туда в сторону йоги уходит на растяжку а вот именно как закачивать поясница ну вот этого ну как сказать непонятно не крепчает вроде какой-то к самообман происходит когда стану и делаешь нету вот этих то есть так будто как корсет который держит все тело а так получается что руки тяжелые все это туда давит и такое состояние вот и поэтому я из-за разряда того как было там тренировочные все мои программы только когда была в плите становая тяга если начинал спина всегда была блять мощнее вот есть такой вот рейсинг упражнений сейчас максимально обобщенно максимально вот просто фундаментально до четыре упражнения которые в принципе должны включать себя тренировка спины что новая тяга сто процентов сто процентов вертикальный широкий либо подтягивание либо тяга тяга подтягивания хорошо но она не позволит сконцентрировать там сам будешь подрывать то что мне очень много ребят говорят что без подтягивания там невозможно подтягивание хорошо все супер круто но вертикальной тяги больше можно возможно во первых можно больше собственно веса взять и тут же можно им доработать скинув быстро вес раз потом сто процентов это блин я тебе так скажу ты 4 мало мало 4 до меня я вот читаю вот как гриф тяга 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 гантели одной рукой сто процентов горизонтально то есть все тяги для бизнес никуда сколько тренировок у яковлева вова на канале спины не смотрел тут на спину тренажеров просто вал им валой всякие разные просто они интересные по биомеханике на них интересно поработать но вова всегда тренировал спину ну грубо говоря свободные веса и тяги свободные веса тяга и тяги я могу тебя даже спросить объяснить почему вот когда приехал у нее очень сильно доминирует нижней части столбы стал я машут прямо с бугром рычажные тренажеры они задают очень сильно траекторию не подстроишься как на построиться можно нет немного вариантов чтобы подстроиться под это поэтому я любой тренажер получается он ты тянешься может чуть выше чуть ниже но ты все равно будешь тянуть так как он тебя запущает как за трос мы можем двигать гантели вообще можем маневрировать туда-сюда ну да как хочешь поэтому вариантов очень много и концентрация за счет этого тоже возрастает когда ты не заложенник биомеханики вот в данной ситуации с точки зрения спины в грудных хорошо или там в жим из-за головы как смит и бы да да тоже но там травмоопасность больше там подвержен больше сустав до нагрузки поэтому мы за счет этого перестаем бояться за сустав просто по подставим под себя и понимаю что мы больше можем концентрироваться здесь он выигрывает но на спину мне не нравится просто по определению рычажных можно его использовать как сдвоенные но вот в эту подготовку когда мы нашли варьировали варьировали упражнение потому что мы делали просто не попали может но я ни разу давай походу очень модно у спортсменов делить ноги до бицепс бедра квадрицепс и спину широчайшая и толщина спины у вас этого не было ни на одной тренировке вас не было такого чтобы вы разделили спину только там на вертикальный зону создавать так честно детально можно ли спину так разделить ну по факту вертикальные тяги горизонтальные вот так делится вот я поэтому и вот просто вопросики такие тогда давай можно разделить вверх вверх включать груди ну типа да разделить на три головки в этой вот и зачем и квадрицепс на неделе на 4 он же квадрицепс еще двуглавую можно делить на 2 такого упражнения которое максимально изолированно работала бы широчайшая без там ромбовиды конечно ну как вот отлично очень хорошо 2 вот три огонь 4 молодец 5 давай-давай-давай 6 не останавливаемся анатонии 7 и обратно жестче спину жестче спину не тут улица внизу более прямая спина вова еще три еще два еще раз огонь и отдыхать нет нет не делал делал обычные классические варианты либо тягу сумо делал либо обычную классику интересный вид исполнения вся спина постоянно в напряжении до постоянно до постоянный контроль из-за этого такой большой вес который вы берете обычно когда выполняется вы не сделаете понимаешь я еще раз говорю еще раз до повторится надо просто мы должны понимать мы сейчас словом троебори хотим выступить или мы хотим по поводу мышц поработать по поводу мышц ну вес не так важен ну конечно тем более девчонок здесь нет и пропонтится дни перед киндаши сильно не сильно с моими сами по понтишь особо но нет мы могли бы вообще 3 ну да могли бы лишь бы поднять понты поклотить но это не было так и эффективно и она не отпускает до не отпускает пока стоишь единственное чем такое но неприятно она очень энергоемко то есть она очень много энергии вот поэтому когда лучше исполнять в конце тренировки у меня сиськи не менее у тебя он напитки есть волшебные поэтому в начале ну это просто вопрос для конце ты его уже не сделаешь что такое я хочу лечь скорее пожалуйста вот эти уже лужу надо типа вставку и так заберешься так заберу все думали можно подставочку там не знаю ложись в обле кайф да ну кайф спина сейчас будет мощная кромочек да спинка мощная хват у нас примерно отлично нормально давай так что будем пробовать смотреть и задача как максимально плечами не руками максимально плечи вниз плечи вверх и руками дотягиваться чтобы еще максимально вверх поднять я сейчас корректирую куда куда именно такое место тебя голову я не забираю про нет нет лежишь на грудь грудь ты чак животов и не расслабляй руки до конца не управляются вверх и внизу нет паузы без паузы но сильнее плечи вниз вниз вверх но так трапеция пошла и чуть плечи не выдирает вот так вот так выше веса не хватает чтобы вес вешать пошел 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 вот еще еще вот так мы будем раскачаемся ручку еще два раза еще раз ставь что там надо сказать ебическая сила до когда где-то как дела нам явно веса не хватает для твоей мощной спины веса не хватает для мощности слышали все это конечно было сарзами заметил это нет давай на 8-10 раз с выйдем здесь хороших да единственно маленький мне не нравится мне нравится твоя негативная фаза то есть ты думаешь ага вверх дотянула вниз можно бросить хрена с 2 по 5 вниз важнее чем вверх вверх максимально дотянул плечами обратно держит под напряжением не надо внизу проваливается ее расслаблять ты вниз я провалил ну думаешь ага можно передохнуть еще и руки вытянул его первое движение начинается вообще от связок тебе должна быть постоянно работа монотонно 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 я потихонечку пятерочки на кинем уход поясница отдохнув здесь лежащий тренажер очень клево движение только нерви нерви вот попробуй постоянное напряжение потому внизу под провалечка не будет вообще будет огонь веса явно не хватает потому что плотности напряжения не хватает ход хороший в принципе красота красава молодец но и еще момент ты когда вытягиваешься плечи нас называть они вы здесь должны растягивать и вот из этого вот так да то есть чтобы трапеция не включилась я прям пару повторений вы как рассказали на прям строго в трапециях да и как только ты вытянул сюда все это будет первая трапеция тебе нужно чтобы здесь было тогда торопиться не будет задействовала пойдет все широчайшим после первой тренировки человек пишет как можно и тяги в находе могу продемонстрирую как поделать по идее но если так разобраться тогда после становой тяги то же самое можно сказать она забита как спину дальше качать и всегда мы для чего сюда приходим качаться для того что просто поболтаться гиперэкстензии потом начать что другое делать вот тут вопрос следующий мой принцип тренируем или спину сверху вниз или снизу вверх я люблю тренировать снизу вверх и зачастую когда мы тренируем снизу вверх она как вот как фундамент или потому что все самые тяжелые упражнения мы делаем сначала потом тяжелые упражнения сделаем когда сил уже становится мало ну то есть как в конце например делать когда спину я попробую это вытянуть или там не знаю становую тягу в конце делать но это просто нецелесообразно на мой взгляд вот поэтому я люблю всю массу которая есть снизу и потом вверх на мой взгляд самое такое упражнение где можно поднять она легко дается это тяга за голову ну как есть правильно потому что здесь что в чем смысл сдавливать грудную клетку тяжело дышать силы забираются верно все тяги в наклоне тяжело же делать потому что в наклоне к стабилизации стабилизация идет поэтому мы оставляем самое то что самое более-менее легкой напоследок что будет наиболее эффективность мы не будем энергию тратить на дыхание то есть вот из этих соображений уже перепробовал все вот в таком формате происходит лучше всего сегодня сейчас может попробуем сейчас сам скажешь сейчас более-менее она будет отпускать уже пояснице же правильно другой момент можно было сделать по-другому можно было после гиперэкстензии потянуть сверху узким хватом выж так и сделали все поэтому лишь как разу не старое брелание же было тяга я же сразу не повел бы делать на это гриф я ему дал возможность передохнуть но опять же тут же вопрос и относительно меня вопрос глобально был задан как можно можно это натренировать понимаете когда вы стабильно постоянно занимаетесь вы спокойно это делая более того скажу становую тягу сделала потом еще три пары после становой тяги 300 серии 3 супер серии и как бы тоже нормально это вот моя стабильная тренировка было извините за то есть спина была и глубина была и было все вопрос привычки и наработки то что для вас сегодня некомфортно через месяц полтора-два будет комфорт это нарабатывается нарабатывает то же самое как сказать а как можно 50 километров за раз пробежать ну конечно за раз никак сразу но и кому как извини а кто-то бегает но чтобы 50 пробежать на потихонечку втягиваешься втягиваешь втягиваешься ром помнишь до плечи даже мне поднимается как хорошо подула чуть-чуть что подула хорошо подула свежо так только не к животу еще ровнее строго вверх вот класс вот и вниз не проваливай вниз медленнее вниз хочу медленнее и медленнее класс вот она класс вот здорово сейчас пошло ромчик молодче еще еще и еще молодец огонь по подход огонь подход огонь вот прям вот она и прям по ощущениям если первый подход были очень сумбурно пытался поймать да а сейчас как-то здесь четко да вообще прям можно хочу добавить и негативку стал держать более целостное упражнение да 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 теперь с этой негативной фазы попробую еще сильнее растягиваться вниз чем больше ты делаешь ход тем больше ты нальешь крови на толщине у меня не знаю я вот в алмаз еду я максимально спокоен по поводу тренировки я знаю что будет знаю что тяжелая работа с тяжелыми весами в отказ всегда каждый раз когда приезжаю сюда к александр на тренировку у меня адреналин поднимается хорошо я еду и мне чуть-чуть вот это вот как будто я под при треном уже сюда приезжаю у меня руки плотные я сюда с таким волнением захожу и вот у меня поднимается адреналин я сюда боюсь я хоть откровенно говорят хорошо в хорошем смысле хорошим конечно давай поехали другое дело себе растяжка вот класс молодец работаем 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 вообще еще 2 это еще раз задают вопрос еще по поводу вот что ты думаешь относительно того на хрена столько вешать если потом столько помогать да что ты скажешь мы же отвечали ответили вчера на эти вопросы вот сейчас здесь это очень продуктивно то есть если бы я тебе сейчас не начал помогать то что было бы ты бы начал или не доделал бы просто не дотянул или бы нашел рвать или наш ушел бы от той концентрации которая важна а вот этот принцип вынужденных повторений он ну просто как никогда важен но причем при условии того что я помогаю так чтобы не сбил темп выполнения упражнений ты думал еще раз накачать 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 и чтобы не было сбоя дыхания сбой дыхания приводит максимально усталость а так получается ты и дыхание вроде избил а крови по максимуму еще вот эти последние четыре повторения они шли ровным темпом за всеми повторениями которые были до до хотя я уже не мог вес тянуть именно то что быть немного убрали до получалось по нагрузке все то же самое я не почувствовал просадки и доделал до конца и негативную фазу делать что да она негативе сохраняется работает с тренинг-партнером ребят либо с тренером конечно одному так тренироваться вы можете тяжело тренироваться но вот этот кпд 10-15 процентов которые помогает тренер либо тренинг-партнер вы их сами не доделаете в любом случае на поэтому старайтесь тренироваться в паре либо с тренером ром попробуй на пол пальца пошире взять еще чуть-чуть чуть-чуть буквально это на заметочку да это что потом еще один подход будет и посмотреть насколько лучше будет ну только не совсем сильно я сейчас намотаюсь и он перехватит все вот примерно так и получилось сам стараюсь нажимаем 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 еще 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 не трапеции широчайший тащи плечи вперед не уходит пробуешь лучше и потом самые сливки собираешь в одну базу оставляешь и понимаешь дохладе широко тебе не надо следующую бы тренировку я попробовал параллельный хват еще раз и поставь я скинул нажимай нажимай два быстрее давай 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 три выше выше закидывай как хочешь закидывать еще выше выше еще 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 молодец нежданчик да да вот это вот еще очень важно когда ты не знаешь что тебя ожидает сейчас важно растягиваться растягивать но не за счет наклона ром все то есть у тебя вот эта часть должна быть неподвижна должен и назад не надо качаться или ну и много кто так делает с движением корнольд великий нам-то куда до него да но я тебе так скажу ничего не хочу сказать но арнольд сейчас даже город не выиграет что шварценеггер шварценеггер была большая грудь большой бицепс но ты хотя бы видел хотя бы одну фотографию шварценеггер 30 сбоку никто не видел а двойной бицепс сзади я думаю что ну вроде как хорошо но тот же классик для классика хорош поэтому шварценеггер это двойной бицепс спереди классика это все то что чем он родился а что было изменено ноги не голень ну голен так ну тоже голень же опять это генетика да вы сказать что он не накачал поэтому я ничего не хочу сказать это все уровень все-таки все растет и очень много что я честно скажу что мы много что брали из энциклопедии шварценеггера папа перечитывал энциклопедии шварценеггера просто мы немножко вносили корректировки но всегда сейчас видим информацию и призываю всех когда мы видим информацию которая шла из истоков там 70-х 80-х 90-х годов это база на сегодня ее важно построить под себя адаптировать до адаптировать я сегодня говорю так какие ощущения попробуй сделать сейчас как шварценеггер делает какой результат и получишь за свои поясницы нет понимаешь опять же а кому-то это будет хорошо и я не говорю что это неправильно и не говорю что это правильно я просто пытаюсь на ощущение словить и у каждого будет свои ощущения и я более того скажу да на уровне на фармакологии например чтобы ты не делал там все будет туда куда надо когда у тебя жесткость плотности мышцы вообще постоянно в тонусе тебе чтобы ты не делать все будет переть но тогда когда нужно формировать это когда стоишь у истоков закладываешь вот эту базу особенно вот начальная очень важно концентрацию но потом если на эту концентрацию ты сможешь сначала концентрировали потом пользоваться читингом не сбрасывая концентрации соответственно чистенько это что это больше вес но нагрузка на целевую мощную группу вас остается не расслабляется не расслабляясь именно в ходе когда должна работать целевая мощность давай мужик еще чуть вперед нифига не вот так и обратно тоже держи вот еще вот еще еще выдыхает еще раз это всегда это будут сторонники небольших весов максимальной концентрации и будут сторонники больших весов и максимальной концентрации максимальной концентрации но потеря ее особенно когда один тренируешься но сейчас же мы ничего не потеряли на спине было максимальной ситуации предлагаю тебе знаю что сделать плиточку добавить а потом просто сделать дропсет я всегда будет блюдинг оцениваю в тень поставь бодибилдера и посмотрел он смотрится в пропорциях все когда он позирует посмотри на него в тени то есть этот прожек ты поставишь до чтобы силуэт был виден сразу все будет понятно бодибилдинг это или нет ага там извиняюсь за выражение нету вот этой статуэтки позированием ну опять же если возвращаться в слова александра то в нынешнее время это классик физик все говорит только классик физик к сожалению сожалению большом моему сожалению отсутствие мышечной массы большой потому что загнаны в рамки загрязаны в рамки раз вот а при условии того что а фармакологии принимается столько же ну многие готовы с этим спорить а чё спорить то но опять же 2 грамма 2 грамма сидит все равно сиди я и выиграл европу на 1700 уж у вишневского можешь спросить да нет я наоборот я всегда делала дело в другом просто сегодня образовалось очень много номинаций которые идут под одну гребенку это мне конечно не очень один два не рви три еще раз сбрасывать больше хоть плеч назад еще сильнее плечи все веселина вот голову пусть опускай в одну точку смотри перед собой во сильнее плечи назад и еще раз сбрасываем сбрасываем протяжки протягивать прожимаем прям вот как широчайший сзади встаешь прожимай еще сильнее сильнее плечи на сильнее плечи на голову вниз не пускай вот так еще и еще раз молодец сейчас самочувствие намного лучше чем на первой тренировке стиль адаптация ты уже понимаешь что что будете ты же к этому приехал на адреналине видишь ты понимаешь что легко не будет ты к этому готов ты уже понимаешь что буду требовать то уже тебя ты вкушаешь быстрее выполняешь те команды которые даже тебе говорю да мне меньше приходится объяснять что хорошее вопрос ты знаешь сейчас в нынешнем мире нужно четко контролировать что ты говоришь ну потому что люди к сожалению начинают выворачивать это чтобы приобрести какой-то скандал я еще раз говорю мне сегодня он как он развивается мне не нравится ну 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 я несколько примеров приведу мне не нравится кстати вот сейчас как володя выступал в праге там зрительский зал аплодирует и поддерживает обрати внимание сейчас в россии в россии люди сидят в зрительском зале ну хоть если там какой-то кто-то что-то там крикнул это блин вау гигей люди нас перестали поддерживать спортсменов раз опять же на россии очень хорошо поддерживаю на россии в москве бикини я думаю на конкурсе красоты там тоже нормально поддерживает я мы мы сейчас про что говорим мы говорим про бодибилдинг мы говорим и надо сейчас немножко отличать то есть у нас если раньше бодибилдинг был бодибилдинг то сейчас бодибилдинг превратился как в легкую атлетику и получил очень много номинаций то есть у нас сейчас как в легкой атлетике есть метание ядра у нас есть классик физик там у нас есть шорты мэнс фитнес бикини и все остальное и что самое интересное надо так и говорить мастер спорта по бикини а не мастер спорта по бодибилдингу и конечно когда извиняюсь за выражение надо сегодня если мы разобрать раньше если человек выступал на мистер олимпия бля это круто а сейчас уже у нас есть мистер олимпия только мистер олимпия та и мистер олимпия любительская это немножко разные вещи а называется по одинаковому ценность теряется раньше чтобы стать профессионалом нужно стать минимум чемпионом мира или чемпионом Европы а сейчас достаточно заявку подать ценности теряются как мы будем прогрессировать мы не прогрессируем сегодня сколько у нас профессиональных атлетов в россии которые могут достойно конкурировать среди профессионалов mpc немного немного ты мне назови его кто это ну я могу сказать что скажем так потенциально в тяжелом не уголь а сейчас угольников виталия а угольников виталия угольник он уже там он нет он будет за про карту вот сейчас погоди он сейчас там нет за последние пять десять лет я никого там не видел если мы говорит мухаммед но извините заражение но это это этот человек который у нас египтяне джина я веду славянской внешности скажем так кто кто ну по крайней мере раньше был шелеста был я был мишин мы как раз туда уже дорогу пробили почему это не поддерживала и вопрос деградирует он или мы развиваемся или мы прогрессируем что были фанаты спорта а сейчас а сейчас фанат фанаты медийности блогер а спорт идет просто как средство и поэтому сейчас если я там грубо говоря стал чемпионом там чего-то в принципе достаточно написать что чемпион и все равно чемпион я сегодня говорит мне говорит мистер олимпи ребята я не мистер олимпи я просто то что туда поехал это как не знаю это просто уже достижение получить квалификацию поехать на олимпию на тяжелую олимпию давай также со сбросом один два плечами плечами не руками тяни плечами и еще раз сброс сейчас один будет сброс только тяни плечами и задержкой задержкой и обратно медленно медленно не бросай обратно и обратно медленно растягивай вот так вот так вот так вот так еще вот так еще сильнее вот так прожимай прожимай досечки такой еще два еще раз молодец давайте возьмем тех кого вам слуху например саша мартинки видите в нем потенциал до 96 килограмм например абсолютно чемпион россии абсолютно чемпион мира в любителях но тем не менее он один из самых титулованных в россии сейчас любитель надо просто попробовать и отправить его на профессиональном уровне посмотреть понимаешь сегодня ну пойми я вообще сторонник не оценивать людей и говорить там перспективы еще надо пробовать потому что один момент человек тренирующийся для любительского вида спорта а он и так знает что он уже выиграет он может быть даже не дотренировывается а когда у него цель будет уже более глобальная серьезная то он пойдет выше я еще в свое время говорил если мы говорим про 212 я еще про Сашу Кадзоева давно говорил там были очень хорошие шансы на пике и почему ты ушел но потому что есть еще спектр каких-то разных моментов что вроде как говорили что надо здесь выступать я не знаю эту историю там всякие разные но я не понимаю почему это было не сделано но он же все Лисуков Лисуков выступал среди профессионалов самая большая потеря российского бодибилдинга и не сбывшиеся мечты все его видели все хотели все ждали ну вот к сожалению в кондициях в профиках он у нас к сожалению всегда так человек обладающий колоссальнейшей генетикой сливает ее в унитаз а человек не обладающий генетикой пашет как умолешенный из своей корявой генетики пытается сделать мясо и даже получается даже получается а как только начинает а еще более как только вступает медийность и начинает его пиарить пиарить как будто сглазили и опять же ну это же такая палка о двух концах то есть сейчас фитнес невозможен без медийности по сути почему невозможно невозможен потому что когда тебя никто не знает если у тебя нету какого-то хорошего стабильного заработка вне фитнеса ну ты не сможешь ничего добиться это же априори а у нас бодибилдеры кто имеют хороший заработок чтобы вот просто не свислиться нигде потом выходить просто а что ты имеешь ввиду что будет что является заработком по поводу медийности ну хотя бы они скидывают себя вопросы затраты на подготовку еще я говорю я в данной ситуации не был медийный когда европа выиграл но тогда никто не был медийным абсолютно дальше если ты становишься чемпионом тебя просто замечают ты получаешь контракт это тогда было сейчас она сейчас сейчас ты чемпион и ты можешь не обладать контракт почему потому что спонсору неинтересно объясню обрати внимание есть еще ряд которые люди у нас в хорошей форме и чемпионы мы тоже не обладают контракт им вроде как медийный пытается вроде светится ну блин вот опять же ну те кто дают ну как контракт мы же понимаем что такое контракт в данном случае не контракт это просто когда человеку помогают так вот в этом все истории я еще раз помнишь я тебе так скажу что меня возненавидели когда я первый опять открыл рот и сказал ребята вы не можете быть профессионалом пока вы не получаете за это если если ты не получаешь бабки если ты получаешь только питание бесплатно ты не профессионал ты просто тот работяга как знаешь дешевый детский труд как в Гонконге я точно так же отказался от контракта с ГАСКО когда мне сказали а ты можешь на 1000 евро каждый месяц получать одежду я говорю ребята а я что троих детей буду в одежду одевать окутывайте что ли или что торгашом пойду это все буду продавать я отказался все контракты они если ты профессионал они должны быть заточены на деньги а если сегодня мы разменялись и начали брать банку протеина то нам и будут давать банку протеина и никогда наш вид спорта не станет такой как теннис не станет потому что всегда будут те кто возьмет банку протеина конечно вот и все вот и все и поэтому уровень наш в говне я ответил на твой вопрос а есть размышления как из этого говна выйти есть я его тоже озвучил только его никто не слышал на подкасте я думаю об этом вот пройдет время лет пять еще и вот то что я говорю тогда вот начнется это это нужно давно уже сделать точно так же в америке уже все придумано ну давайте возьмем американцев не все американцы даже топовые профессионалы имеют контракты денежные хорошие то же самое выримбонок он топовый но он и не имеет хороших денежных контрактов не американец ну суть в том что он топовый какая разница не американец он не имеет контракта он какое-то время не имел контракта на что он живет нет ну зарабатывает как то что то мы же ну не знаем не понимаем но он не на контракт живет давай три четыре еще пять еще раз здравствуй работаем негативные живо просто чуть не да не задерживайся напряжение еще еще два раза и еще раз контракт получит тот кто уникальный все что под уникальностью вы имеете ввиду да любая история лесуков уникальный генетика уникальный но имел контракт да причем сеньоров да пик да платили ему 2000 евро да потом pure да тоже имел контракт да pure вообще молодцы да в то время а потом дальше что произошло там за банку протеина все начали обот car всем интересно был у меня контракт слова понимаешь нет смысл того что несет за собой это слово а просто контракт потом как получилось я профессионал плять если ты работаешь тренером ты профессионально тренер а не профессиональный бодибилдер специально бодибилдера тот 那raszре зарабатывает поэтому падает ему платят если такого нет не хоть негатив лезть в россии нет такая в россии таких спортсменов нет олим но у нет у кого они спонсировал чтобы сейчас я объясню слова александр ты качаешься тебе платит 2000 евро получал гусев например ну 4000 евро имея семью просто качаясь ты можешь назвать себя профессионалом и 4000 опять же ну подожди чтобы дожди давай так если деньги платят 4000 евро 2000 2000 евро шуму если если платит это уже по крайней мере значит ты можешь качаться потому что с так разобраться то или если тебе платят бабки тут тебе бесплатно еще что-то дают вместе поддерживаю где-то тебе да потому что резили 6 стартов оплачивали полностью да ну не забывай что они долго ты не платишь то есть я ни разу не платил за свою дорогу когда на соревнования ездил для плачу universal или вейдер или пью а вот интересно ну вейдер компания они как спонсировали как-то как федерация я понимаю что это это было подожди исправно питание нет вот опять же не как говорим про вейдер я говорю что это было flex and develop а это вот это вот разделение подразделение это было именно журнал flex flex и маска он давал они маска этот как у нас масло фитнес послал двума это конкуренты то есть это и более того у меня было два контракта одновременно своей с универсал flex а то есть вам грубо говоря еще разделью уезжать возили деньги за облачу более того и я жил здесь это жить в россии это придет только на два месяца после турнира во вся медийность они сами приезжали тогда медийность у спортсменов была какая это dvd которые они выпускали со своими тренировками и обложки журналов да это вся медийность так спортсменов узнавали но сейчас ты тоже извини за выражение сейчас живое все-таки выставки нас обративанием у нас выставки как проходит здесь здесь в россии я тебе даже более того скажу более того скажу ты стоишь в америке фотографии свои раздаешь ты не подписал он тебе денег дает это норма это норма там за все привыкли платить за там все под нормальные подписки купить кино там это норма привычки не зарабатывает в нашем случае если мы хотим мы мы должны понять что за все что ты делаешь если ты этого стоишь тебе должны заплатить ты должен быть уникальным постоянно эти вещи говорить у нас менталитет к сожалению подожди снова еще раз сегодня ты платишь мне семь с половиной тысяч рублей ты получаешь за эти семь с половиной рублей компенсацию то что здесь получаешь зале я скажу даже больше вот значит надо создать такое чтобы тренировка стоил этих бабок все значит нужно создать продукт который будет стоить этих денег значит ты должен сделать свое тело так что тебя заплатили столько денег кому тебе нужно она сожалению people не любит работать он как ищет как полегче как по комфортнее как попроще как получить и ничего за это отлично 5 баллов идеально отлично отлично вот так локти вперед никакой паузы вниз без взрывка вот так локти вниз вот так еще сильнее прожимая широчайшие еще руки до конца не выпрямляется без взрывка сверху вот вот класс вот отлично еще прожимая прожимая просто напрягая спину я помогаю спину прожимай еще много отдохнул давай работаем еще давай мужик еще два раза и еще раз ребят вот поверьте все то что вы смотрите это нужно попробовать чтобы понять чтобы вы конкретно те кто собираются написать комментарий по поводу видение тренировочного процесса александра и так далее критика вся вот это вам нужно просто попробовать позаниматься я более того скажу даже не обязательно даже ко мне приходить просто погрузиться свои ощущения того что вы делаете если вы делаете упражнение на спину а действительно вы чувствуете то что вы делаете либо просто тоннаж перекидывать здесь то что уже даже посмотрев столько видео на снятом уже на моем youtube канале даже посмотри как мы там есть ролики когда мы с папой тренировались там вот просто я чувствую вам будет дохерово ты чувствуешь реально там уже вплоть до этого было у тебя было лучше и я сначала с ним даже дорога не доходила я понимаю что он был прав то есть нету предела совершенства всегда работаешь работаешь трудишь трудишь конечно когда в паре работаешь то всегда то есть более неволе куча сделать до локоточки туда уйдет туда руки выпрямишь да тут менять туда я тебя убираю у нас всегда мы начинаем прогрессировать тогда когда мы покидаем зону комфорта всегда везде хочешь бабок заработать блять ты не можешь на диване комфортном обстановке не получишь тебя как только какие-то и жопы рукавицы загибает и начинаешь жопу шевелить у нас всегда так было тренировочный процесс то же самое ты должен выйти из зоны комфорта должен перестать делать те движения которые делаешь поселенной жизни тренировочный зал зал вот тренажерный это то зацепить те мышечные волокна которые не работают повседневной жизни найти те углы при которых они не работают и тогда начнется прогресс и плюсом еще научить их чувствовать тренировка должна быть не удобная до до вашего прогресса но она должна нравится она нет здесь наверно знаешь ну что мы сегодняшнего и сегодняшнюю тренировку делаем неудобно удобно поэтому здесь надо так из неудобного удобная привычка мы должны делать дискомфорт и не должно быть мы не должны делать через боль мы не должны как сказать усираться лишь бы сделать у нас все идет планомерно то есть такая гармония баланс между идеальной максимальной концентрации опять же не могу сказать идеально потому что максимала что сегодня можем то сделать и сегодня сколько твое тело сегодня может сделать полки углеводов поел бы становился не основе нет как они все не есть так мы тренируем по максимум выдавливаем из того что есть завтра будет лучше форма лучше восстановишься фармакология начнет получше работать круто может быть мы темп добавим да по идея сегодня вообще у нас тренировка получается больше по поводу камеры если бы ты понимаешь готовился то есть сказал блять снимаю чего будем снимать ты будешь хуячить то есть там три-четыре минуты отдыхаешь между поднимать не делать уже остыл то не интенсивность нас тренировка длится блять уже больше часа одной спины а уже должна была закончить да мы уже должны уже заканчивать были уже в середине 30 поэтому сразу те кто хочет написать комментарий долго отдыхаете ребят мы это делаем для того чтобы вам было интересно посмотреть этот контент помимо там тренировки помимо моей работы жертвы своей интенсивностью тренировочным процессом для того чтобы было вам интересно там на одну плиточку больше работаем о руки до конца не управляем прессия вот руки в локтях не управлять до конца плечи вытягиваешь вот без дровка без ровка ром прожимая 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 вот сейчас хорошо вот так широко 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 старайся локти в стороны расставлять еще шире сидишь и решили чемпион еще прожимая 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 еще два еще раз перед спиной нужно делать день отдых это прям однозначно однозначно школа то а тяжковато даже вот по ощущениям вчера у меня перед днем грудных был день отдыха и ощущения на тренировке были вообще просто великолепно восстановлены ты сам в каждой сегодняшний не покушал один еще один причина я пропустил сегодня поэтому даже я его мог закинуть но это было бы уже за полчаса до тренировки это было бы очень тяжело хоть и он диетический поэтому я решил перебить самим кислот видишь у тебя вот такая например не пойду если не поем я уже за полчаса поем чем поведу голодный ну есть да для меня лучше пускай там живот будет большой там но я не должен испытывать чувство голода для меня вообще не понятно нету топлива как я могу чего-то себя требовать даже психологически не могу это делать я не могу знаете как сказать что я я пропустил прям пищу но если он я щас я щас точки верить что говорю что это все индивиду индивидуально до человек некоторые там не надо сейчас подождать потом не могу тренироваться на чего начнешь тошнить даже от малейшего виду правда могу поесть и по теме приседать и нормально содержится но опять же вопросы вы конечно же жирную пищу поем там типа там орехов там или еще чем они конечно тяжел то да а если образом поем чего привычный там макароны там образно там грудку или что-нибудь салатом например тут совершенно меньше норма сколько вы сейчас весить 124 24 формула такая достаточно все равно объемы все ну я понимаю опустим вопросы неэтичного характера такой кабыжу 122 килограмма у вас чтобы поддерживать я сегодня не считаю бжу пример утром у меня гречнева каша с двумя я яичниц и 2 яиц потом я кушаю с собой к 2 контейнера беру это у меня зачастую я люблю макароны бантики эти нужно обычно маленький контейнер и там мясо опять же по громажу я сейчас уже даже настолько это даже но небольшие порции я просто в контейнере ну да это ну немного контейнера плюс у меня выпиваю протеин когда сам потренируюсь есть быца глутамин кариатон все вечером приезжаю вечером наверное могу много сейчас поесть там могут фруктов немножко вечером поесть то есть такая за счет этого конечно это неправильно я сам понимаю но это моя такая душа неправильно в плане чего вечером вообще на самом деле не нужно есть но я знаю что есть такой резерв если мне нужно сейчас ускориться и форму приобрести мне просто вечерний прием пищи убираясь научная а у вас сразу прямо начинается то есть я таким образом себя балл вот но в какой-то момент начать зажимать и сразу преобразовывать ну я ем наверное сейчас раза в полтора в два наверно или в два с половиной больше чем александр вопрос понимаешь сколько мы в туалет ходим по большому если человек больше двух раз в день ходит по большому значит все что передаешь ты сносишь в туалет и не больше два раза утром и вечером понимаешь а по факту вот раз в сутки мне кажется это норма оптимально оптимально даже когда это пришло опять это мой организм да 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 я вот про и потому что я так скажу когда в режиме я тренировался вот так вот по часам вот все было мне можно когда я на горшок хожу можно время было сверять строго все такое как часики в организме да да подбородка без рывка вот класс отлично молодец негативную держи до руки для конца не выпрямляй отлично еще растягивай сильнее сильно сильно стянул еще растяны и еще раз за обращаем внимание на мягкость мышц фарма нет нет а фармакологии лишь прекрасно понимание к тому что наоборот то есть когда напрягаете они прям такие но в расслабленном положении вот тонус еще раз ты же прекрасно понимаю что фарма дает объем когда фарма нету то то что было на работа нагадай 122 килограмма сюда 4 пардон два килограмма вилка в глаза поэтому еще раз спрашиваю вот он мягкий на фарме такого нет когда фарме они плотные а здесь как кисель но зато когда напрягается да я вот про это и говорю то есть что мышцы мягкие все равно хватит да только мы сверху будем по видео когда уже да что вот этим локти себе прижимаешь поехали не вперед а к паху вот тогда во локти не ухай во сильнее вверх 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 вот так вот не выдавливаешь а выпрямляешь не надо выдавливать у тебя по амплитуде должно быть туда и назад и назад и назад локти уходит и назад и назад вот бота вот так вот а по амплитуде и по амплитуде и по поводу ровни стой ровни еще стоя локти назад назад это что-то будет такое повторение весь поломался мне тяжело было держать плечи вообще не сюда а назад наша задача внутри зацепить и она у тебя отстает да да вот сюда надо вот сюда не сюда вы сюда а ты хочешь то что у тебя сильно туда зайти вот мне тоже он туда будет вверх подниматься нам нужно вот вот мы еще даже в половинке поработаем то есть я в зеркало смотрю как только у тебя плечо ушло вперед и вот так сделал возьму палку сейчас вдоль хребтины за сандали ты у тебя он может уходить только назад локоть верхнем положении максимально сгибаем сюда ушли потом туда да только не надо конца мы до конца руку вообще не управляем нет все сейчас прилетит так все да все все до конца не надо вы все всегда делали это упражнение и все 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 они делали по-своему что не задача другая да и все придите попробуйте погоди это еще не можно его в другом исполнении сделать там вообще будет в корне все были другие ощущения и назад вот здесь вот держи держи прижар тебе да вот так все ниже не больше не надо вербика выше 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 и назад вот ближе подойдет к весу гиба сгиба 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 вот так сейчас половиночку хоп вверх локти назад локти назад локти назад еще половинки сверху качаем и целый раз без замах я помогу еще два локти назад рома так и нравишь туда и вот да да потому что десять лет делал туда локти к себе прижал отличный ход вот все вот так и делай вот не торопись не торопись и не бросая негативный фаз держи держи выше 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 вот класс все сейчас будем половиночки делать вверх 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 не вперед локти пах вот так туда вниз целое вместе делаем без рывка рома блять ровнее грудь вперед назад локти назад локти я помогу тебе блять назад локти блять еще раз мне прям ну это вот видно я же блять но не притворяюсь я же не притворяю что мне тяжело и только туда правильно это во внутрь это та часть 30 который дает объем можно трицепс накачать одними раздевания ну то есть без силовых упражнений жима сейчас мой 30 без жима накачивать французский жим был согласен это раздевание я в локте движение ажим я делал жим я делал узкий вот такой изолирует встреча с выбортом вот такой ужим у меня вообще никогда не был они говорят а ты хуяч хуяч на уровне своих ощущений что ты чувствуешь что и надо делать если чувствуешь тебя прет и всегда нужно биться за разницу между холодный и горячий наполнение должно быть да вот мы биться вчера делали потому что все это вот хорошо крипа то вот это рост твоя задача осталось только восстановить и напитать 30 то же самому сейчас набивая максимально крови или сможешь разницу между холодный горячий если там блять пол сантиметра хуйня значит недорабатываем за счет и на меня грудь вперед локти назад вот сейчас же жмешь она на выпрямлять локти вперед не выводить вот вот хорошо вот хорошо хорошо еще два вовсе вперед двиг Africa не воде не наклоняйся вперед ещё раз держать 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 и куда пошел куда пошел пошел давай 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 плавнее грудь выше ровнее встань не наклоняйся вперед нив rook не самый здесь маленького локти назад выше 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 вот так вот еще кисти сверху сверху наверни вот так еще два раза еще раз вот эта фраза мне понравилась я сам блять никогда так не сделал вот я никогда не сделал чем бы я не делал как бы я не выкладывался нет вот эта фраза мне сейчас дать очень понравится душа я ну это не то что там лезть или что-то я сам никогда так не нагружу в этом упражнении никогда бы я никогда не было таких ощущений когда я тренируюсь сам в 30 все блять чем у меня был 15 повторений до тяжело да все и закончил я никогда не было вот этой эмоции а тот сам она ты глядишь здесь только на последнюю а вот здесь это еще можешь придумать да и обрати внимание догады четко дешево прям у тебя формируется вот видишь вот вот он вот нам нужно сюда еще да вот вот а если ты вперед вы выворачиваешь видишь он вверх будет подниматься туда видишь он задирается сюда и в конечном итоге когда ты покажешь показываешь бицепс он здесь а должен быть вот здесь что я тебя пытаюсь сейчас тебя заставить туда перейти это тонкий процесс ну по именно поэтому вот у меня на одной руке поэтому такой объем молодец отлично локти вперед блять не уводи вот так выше сгибай руки больше амплитуда что было больше крови накачиваем еще давай 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 еще локти вперед блять нет вот еще раз три бонуса три бонуса но комплимент от александр федоров до локоть вертикально максимально вниз подъем без дырка локоть черче держи и до конца руку не выправляем и вниз вниз медленно отлично без дырка снизу поднимает и плавнее у нас еще работаем еще еще и еще раз как детка я держу максимально низко и не подрывает вполне целый до конца еще и еще два еще раз отлично не расслабляй его вниз, вниз просто опускаешь, но на напряжение вот, класс, класс, вот так, вот, 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 вот так вот будет, да еще еще два еще раз вверх, 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 вверх о, регистра poor поехали произошло же представляешь, вот тут здесь он как будто накачивается о сюда, сюда, сюда чем ниже опустишь, тем ниже чем, тем больше он сюда пойдет вот низ еще ниже, 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 ниже все все выше, чуть выше еще раз звук какой-то интересный был на правой руке я был более брутальный, сука на левой руке я заплакал раз два выдыхай вверху во во класс еще и еще раз вверху вдыхай давай, 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 чемпион еще раз еще раз сейчас такие ощущения, как будто его просто вырезали я знаю эти отжимания так мы поближе ноги поставим да хоть стоил так нет, я попробую, безусловно смотри, еще раз вот сюда вот все, что нужно сделать, поставишь ноги пошире вот здесь вот и вот движение сделаешь хотя бы вот все чем дальше будешь ставить, тем будет тяжелее конечно я понимаю, да но в идеале вообще, конечно, отжиматься когда там ноги дальше вот так вот так вот сюда вниз ворцами коснулся я просто блин крутые отжимания да так раз 5-6 здесь давай я тебе немножко подстрахую, чтобы эти штыки не издякнулись интересно, конечно так да ноги чем шире поставишь просто за счет этого в коленях согнешься, где дальше глаза должны быть на уровне стоят на уровне кулаков на меня вот так вот и строго вниз строго вверх и вверх вот ловки вниз следует вот так вот так руки до конца не упрямляй вперёд вперёд вот здесь глаза не вперед не уводить глаза давай давай ближе руки се и продолжать давай 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 9 еще ближе ноги ставь и шире вот и еще ручка маяц поплыл быстро представляешь да чувствуешь что тяжело ноги ближе 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 у него паузы буквально 78 на сделку ждешь все туда не завалившего внутрь глаза должны быть всегда на уровне кулаков быть должны туда уходить значит и начинаешь выдавливать чем не тем чем надо на задача так чтобы локоть вниз ушел вверх вниз вверх тут все на этом это грудные такие вчерашние привет мы тоже вчера тут были напоминают о себе ну че рамки давай крайне подходит сразу просто ближе если что ноги ставишь и все чувство что тяжело сразу ноги представлять заранее не корячься здесь не тебе не помочь лично локти вниз во вверх вот классно молодец отлично локти вниз отлично ноги сразу переставляю чуть ближе быть на тяжелом резко отрубается переставляй и дальше пошел и шире чем шире тоже будет легче ноги может согнуть в коленях тоже будет легче в сгибай сгибай ноги в коленях давай давай еще три раза раз два давай еще раз еще раз говорила вода на отлично ебически сила это было заебись спасибо большое это прям удовольствие прям удовольствие ну вот пар слов мы сегодня кстати прям очень много мы сегодня очень говорили целая же лишним сказать понимаешь они сейчас могут интерпретировать на по-своему по разу они же в принципе смотрят ролик только до такого момента где кого можно доебаться доебаться и скандал устроя оставляют комментарии дальше будет желательно чтобы вы не скандала вот ценные нотки которым пытаемся донести чтобы ценность вылавливали мусора выбрасывали они наоборот а то бывает мусором так зацаряем себе голову что потом не знаешь куда бежать и такая охота кого-то покритиковать кого-то обосрать вообще когда они все не так делают а вот эти так эти так выбирайте свой путь реально смотрите на свои ощущения живите так как вы живете делаете то что вам нравится и конечно же покидайте зону комфорта если хотите вырасти хотите вырасти придется зону комфорта покинуть и тогда будет прогресс когда будет результат не только будем вообще по жизни сегодня вещали мы александр федоров и биби про и я покинувши зону комфорта на два дня роман халюрин спасибо вам огромное до новых встреч за всех